Это самое первое поколение AirPods, с момента презентации которых прошло целых 4 года, а в 2021 им исполнится аж 5 лет. Перед просмотром этого видео обязательно напишите в комментариях, а какими же наушниками пользуетесь вы прямо сейчас. Ну а через несколько секунд мы обсудим с вами, а стоит ли прямо сейчас покупать AirPods с самого первого поколения в 2021 году. Погнали! Своими наушниками я пользуюсь в середине 2017 и, честно сказать, с того самого момента стало понятно, какими должны быть настоящие беспроводные наушники. Безусловно, несмотря на то, что это Apple, я буду объективен. AirPods имеют как свои сильные, так и слабые стороны. Говоря о минусах, можно притраться к дизайну и качеству звука. Первое время внешний вид был спорным в силу не то чтобы длинных, а, ну давайте так, не слишком короткой, компактной конструкции корпуса. Однако с течением времени спокойно привыкаешь к такому дизайну и даже понимаешь, что черт подери, ведь эти самые длинные палки или штыри действительно удобны при повседневном использовании. Быстро снять и надеть наушник на улице, например. А вот к чему к чему, а к кейсу, а точнее к качеству его сборки придраться можно и даже нужно. Все понятно, что такое может быть в силу... Да ну нет, Жень, ну не может. Почему у наушников стоимостью на момент снятия этого видео в 12 тысяч рублей есть такое? Едем дальше и на очереди у нас звук. Довольно абстрактное, я бы сказал даже широкое понятие, поэтому здесь уже каждому свое. Рядовому, неизбалованному пользователю на каждодневное использование качество звучания AirPods первого поколения будет хватать за глаза. Сразу скажу, за три года активного использования ничего сверхъестественного. Хорошее, чистое звучание, четкий бас в треках с превалирующими низкими частотами. Но при прослушивании на максимальном уровне громкости или даже чуть выше среднего, довольно часто Heavy Metal какой-нибудь превращается в кашу, что объяснимо. Ведь AirPods первого поколения это вкладыши, от которых априори нельзя требовать чего-то сверхъестественного. Да, конечно, можно немного выровнять все это дело путем сторонних приложений с эквалайзерами, однако все равно это не то. Лучше уж тогда присмотреться либо к AirPods Pro, либо вообще смотреть в сторону более серьезной гарнитуры. Автономность. Безусловно, важный показатель для беспроводных наушников. Если открыть Яндекс.Маркет, то в характеристиках AirPods заявлено до 5 часов от зарядки кейса в режиме нон-стоп. Первые полтора года покупки, ну плюс-минус, так и было. Сами наушники держали заряд прилично, можно было подолгу слушать музыку во время долгих поездок на машине или перелетов на самолете. Спустя же 3 года емкость аккумулятора значительно просела. Разговаривая по FaceTime с видео или просто слушая музыку через стандартное приложение на iPhone, заряда, увы, хватает не более чем на минут 40. Если повезет, максимум на час. Хотя этот недостаток легко компенсируется скоростью полного заряда каждого из наушников от футляра, который, кстати, может зарядиться от сети за довольно короткий промежуток времени, час-полтора примерно, и хватит вам его минимум на неделю. Несмотря на использование защитных чехлов, которые мне не совсем нравятся на кейсе, ну ощущения эстетически не те что ли, мои AirPods падали, что в футляре, что без, довольно часто. Потертости и сколы при активном использовании неизбежны, как ни крути, однако на внешний вид, особенно издалека, это ничуть не влияет. Более того, никаких последствий в работе самого аксессуара также не было, что весьма здорово. За стрессу устойчивость AirPods к падениям твердая пятерка. Ко всему прочему, отмечу быструю синхронизацию между устройствами в рамках одной экосистемы. Условно, у вас есть iPhone и iPad. Если вы подключили наушники к телефону, то они автоматически появятся в памяти Bluetooth у вашего устройства с таким же Apple ID. Удобно. А вот переключение между гаджетами не сказать, чтобы быстрое, но приемлемое. Секунд 5-7. Говоря об устройствах, важно произнить один момент, который интересует и, я бы даже сказал, волнует многих, а именно совместимость с Android-смартфонами. Поддержка есть, музыка играть будет, однако полного набора опций, увы, пользователи лишены. Однако некоторые возможности, как управление музыкой при помощи двойного или тройного поступивания по наушнику, работать будут. Подводя итог всему вышесказанному, наушники достойны со своими необычными функциями и приятным звучанием на каждый день, поэтому вполне оправдывают свою цену. На сегодняшний день новый AirPods можно приобрести по цене в 11-12 тысяч рублей. Однако, если присмотреться к так называемой уцененной или БО-версии, есть вероятность найти наушники даже за 5-7 тысяч. Стоит ли брать AirPods первого поколения прямо сейчас, в 2021 году? Однозначно да, при условии, что вам не нужны навороты, как у AirPods второго поколения, в виде кейса с поддержкой беспроводной зарядки и активации Siri при помощи команды «Привет, Siri!» через наушники. Кстати, цена отличается и довольно существенно, до 4-5 тысяч за, по своей сути, несущественное отличие. Гаджет, хоть и относительно ветераницы на рынке беспроводной гарнитуры, но даже спустя 5 лет показывает себя достойно, не уступая место самым новомодным конкурентам в своем сегменте. На всякий случай, ссылку на выбор и покупку наушников я оставил в описании к этому ролику. После просмотра сможете перейти и ознакомиться со всей информацией более подробно еще раз. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому ролику и делиться видео со своими друзьями и родственниками. Меня зовут Артем, до скорого! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok